Россия поддержала Азербайджан. С-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании. Как передает Дэй. Изи, об этом Захарова написала у себя на странице в Телеграм. Шокированы истории с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Британии. Треть бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава богу, никто не пострадал. Неприкосновенность территории депредставительств, краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие инциденты из ряда вон, написала она. Захарова также напомнила текст пункта 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Вопрос к британским властям и полиции, которые должны обеспечивать безопасность посольства и дипломатов, где же вы были? Добавила она. Об отношениях России и Азербайджана. Отношения между Баку и Москвой за последние 30 лет были всегда напряженными, а в отдельные периоды они еще больше обострялись. Думаю, что своего апогея она достигла 10 ноября 2020 года, но потом пошла на убыль. Отмечу, что улучшение турецко-российских отношений выгодно и Азербайджану. Благодаря проводимой президентом Азербайджана политики, в частности подписанной 23 февраля Деклара ЦИИ о союзническом взаимодействии, в настоящее время напряженность в отношениях с Россией находится на очень низком уровне, открыты новые перспективы в отношениях между странами и в экономическом, и политическом, и военном направлениях. О отношении к Азербайджану некоторых представителей российской военной элиты, имеющих тесные связи с армянами, можно назвать предательским. Не пытаются скрыть свои неудачи в Украине, переведя их в другую плоскость. Поэтому в российско-азербайджанских отношениях не открытое, а скрытое противостояние. Самая сильная пятая колонна в Азербайджане, российской и все их действия направлены на обострение противоречий. Военный эксперт Адаля Твердев в интервью Аникал сказал, что Азербайджан делает все для предотвращения различных провокаций. Белезный кулак уже собран. Строительство вооруженными силами России новых фортификационных сооружений для армянских боевиков, игнорирование случаев нарушения ими режима прекращения огня, контрабандная перевозка миротворцами оружия по дороге Агда-Маскеран, показатель того, что ни миротворцы, ни армяне не образумятся, пока не будет пущен в ход железный кулак. Интервью Бизим. Медиа. Твердев сказал, что невыполнение российскими миротворцами своих обязательств может привести к тому, что власти Азербайджана примут жесткое решение по их выводу селу территории Азербайджана до установленного срока и начала операции по зачистке территории от армянских боевиков. По мнению заместителя председателя партии Возрождения Азербайджана Гюльшан Гаджиевой, обессилевшая во всех сферах, утонувшая в украинском болоте Россия оказалась в безвыходном положении. Россия, имеющая серьезные проблемы со многими западными странами, находящиеся с ними, мягко говоря, в состоянии холодной войны, начав эту несправедливую войну, потеряла многих союзников. Россия теряет свое влияние на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и Восточной Европе, она постепенно слабеет и изолируется. Тонтаж Европы энергетическим кризисом не в интересах и западных стран, и нашего северного соседа. Какими бы природными ресурсами не обладала Россия, если она не сможет их реализовать, то не сумеет интегрироваться в остальной мир, не сможет существовать как государство. Чтобы выйти из тупикового и безвыходного положения и суметь реализовать свою продукцию, Россия обязана поддерживать нормальные отношения с крупными государствами региона — Ираном и Турцией. Россия — страна-оккупант с империалистическими амбициями, обеспокоенная ростом авторитета Турции в мире, пытающаяся всевозможными способами этому помешать, обязана поддерживать нормальные отношения с Ираном и Турцией. В Ахмедов с Россией, как соседним государством, у нас тесные политические, экономические и гуманитарные связи. У главы нашего государства всегда были хорошие отношения с Россией. Но Азербайджан, как суверенное государство, не приемлет оккупационную политику Москвы в отношении Молдовы, Грузии, Украины. Россия сама должна быть заинтересована в более тесных политических и экономических отношениях с Азербайджаном. Наше государство стало достаточно сильным. Это уже не прежний Азербайджан. Может ли внешняя политика Азербайджана заставить Россию занять справедливую позицию по карабахскому вопросу? Ахмедов, когда эта Россия поступала справедливо, разве на протяжении 70 лет совместного проживания в составе одного государства мы видели какие-то положительные шаги? Нет, конечно. Не думаю, что это изменится. Обратите внимание на процессы, происходящие в Карабахе. Господин президент открыто заявил, что Россия не выполняет пункты трехстороннего соглашения, поскольку у нее свои интересы. Не хотят отталкивать от себя Азербайджан, чтобы потом использовать его в своих целях. Азербайджан фактически альтернативный экспортер нефти и газа. Наблюдается сближение Центральной Азии с Азербайджаном, уже подписан ряд документов. Возможно, Россия рассматривает во всем этом проблему для себя. Но на самом деле, они сами создают себе проблемы. Куни хочет ухудшения отношений с Москвой, но к сожалению, она не отказывается от своей политики вмешательства в наши внутренние дела. Безусловно, в Азербайджане есть немало сил, которые им в этом помогают. Однако все должны понимать, что Азербайджан проводит открытую политику. С другом — друг, а с врагом — враг. Россия не чужая нам страна. Поэтому ей следует наладить с нами отношения так, поднять их на более высокий уровень, перевод. Бывший депутат парламента, доктор политических наук, профессор Джамшут Нуриев в интервью «Эйзи политика». Инфо прокомментировал деятельность российских миротворческих сил, обвинив их в покровительстве армянам, в нежелании разоружить сепаратистов. Проснулся он и региональной политике Ирана, который, по его мнению, время от времени активизирует свою религиозную сеть в Азербайджане. Нуриев заметил, что в стране в последнее время наблюдается слабо выраженная антитурецкая пропаганда.